Приветствую всех на канале Типичная Дота. Ни для кого не секрет, что я стабильно читаю ваши комментарии и выделяю оттуда некоторые интересные идеи, мысли и вопросы. И несмотря на то, что лором доты мы занимаемся уже давно, под роликами до сих пор очень часто всплывают сообщения о, например, питомце Альмадзефрандила. Кто это, что это, как этот зверек попал на битву древних и есть ли у него вообще лор? Есть, как и у многого из того, о чем мы также с вами никогда не говорили, в том числе и о свежей шмотке на тине. Поэтому сегодня я решил собрать для вас все самое интересное и разобрать по кусочкам. Тут вам и лор вышеупомянутого спутника питомца, и разбор новой престижной вещи на каменного и секретной реплики шопкипера, а также несколько интересных фактов о нем. В общем, куча всего нового и самое главное любопытного, так что не вижу причин, чтобы не сделать меня чуточку счастливее, авансом поставив лайк на этот ролик. Спасибо и... так, стоп. Что больше всего вас бесит на Инте? У меня лично очень долгие паузы между матчами, которые нужно чем-то заполнять, а если вы смотрите турнир со смартфонов, то сделать это становится проблематично. Однако в этом случае меня спасает одна очень занимательная мобильная игра, и вы просто не могли о ней не слышать. Raid Shadow Legends это совершенно новая коллекционная RPG, которая всего за три месяца скачала уже почти 10 миллионов игроков по всему миру. Думаете это не показатель? Ну тогда обратите внимание на более чем 200 тысяч реальных отзывов с почти идеальными оценками в сторе. Но что Raid может предложить, спросите вы меня? Окей, поехали. Более 400 чемпионов, орки, нежить, рыцари и все в этом духе. Свыше миллиона вариантов их прокачки. Система команд и фракции с возможностью устраивать дичайшие рейды. 13 шикарных локаций. Мое любимое PvP-арена, на которой можно рубиться против других игроков. Конечно же графоний, просто посмотрите на этот безумный уровень детализации. А всех новичков еще и ждет потрясающая программа вознаграждения, где вы будете получать ежедневный бонус в течение первых 90 дней игры. Так что качай Raid только по моим ссылкам и получишь 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи и жду тебя в рейде. Альмондзе Франдила. Ох, сколько же я раз читал ваши сообщения с просьбами сделать ролик с его историей, что на самом деле удивительно, ведь истории там как таковой довольно мало. Однако, что это за существо и откуда взялось известно. Сразу стоит сказать, что это самка, о чем многие явно даже не догадывались и зовут ее Альмонда. А вот для понимания происхождения зверюшки обратимся к ее описанию. Джунгли Яма Расков. Территория природного хаоса. Дом для существ, вынужденных приспосабливаться к выживанию в вечной жестокой схватке. Самка твердопанцирного шипоносца по кличке Альмонда сумела сбежать от своего похитителя, но лишь для того, чтобы вступить в еще более ожесточенный конфликт. Итак, Яма Расков. С учетом стилистики девятого Инта на сегодняшний день одна из самых актуальных локаций мира Доты. Куда же пойти потом? Университет Ультимира? Яма Расков? Это, понятное дело, джунгли и с ними, по известной для нас информации, тесно связан Батрайдер. И вот что об этом месте написано в его биографии. Среди тварей, обитающих в джунглях Яма Расков, никогда не было согласия. Проявишь слабость, жди скорой смерти от клювов или когтей, жал или копыт. В общем, это довольно опасные джунгли, где обитают самые невиданные существа. Не забывайте, это не учебный поход. Нас ждет нечто большее. Между прочим, огромная летучая мышь, на которой тот восседает, также принадлежит к животному миру Яма Расков. И ее вид уж, поверьте, не славится своей дружелюбностью. Один из таких хищников, например, однажды попытался сожрать еще юного Батрайдера, пока тот просто-напросто выкорчевывал сорняки на семейном поле. Вот и Альмонда, судя по всему, попала в лапы какого-то хищника, хотя под выражение похититель подходит более разумное существо, например, какой-нибудь браконьер. Это, кстати, можно было бы посчитать очередным референсом от Valve к реальной проблеме истребления некоторых видов броненосцев. И если вы думаете, что это бред, то прошу погуглить о ситуации с вымирающими панголинами, которые, по сути, очень близки к броненосцам, и о том, как разработчики доты посредством Данте Панлина поднимают проблему браконьерства в азиатских странах. В моих прошлых роликах я уже об этом рассказывал. По поводу Альмонды все. Переходим к новому тине. Давным-давно, задолго до того, как лазурийцы оставили свои поселения на произвол судьбы, предки моржового народа укоротили силы камня, дерева и железа, чтобы создать грозных защитников, которые охраняли бы гробницы павших легионов, даже когда мир позабудет об их подвигах. Но не знали они, что скалы, из которых выточили стражей, сами по себе содержали мощную жизненную силу. Не ту, что станет ждать прибытия опасности, но ту, что сама отправится на защиту тех земель, которые в ней нуждаются. И здесь, друзья, есть один очень важный нюанс. С русским, будь он не ладен, переводом лора шмотки невозможно понять, о чем вообще идет речь. Что за лазурийцы, что за моржовый народ и про какие такие гробницы идет рассказ. Однако в оригинале все гораздо понятнее. Лазурийцы, они же моржовый народ, в английском описании указаны как Азурон, а их предтечи Адобенус. Запомните это. Уверен, многие из вас, да в том числе и я, кидали камень в огород Велф из-за халтуры с моделькой нового Тини, которая появлялась еще два года назад, вывиньте под названием Силдбрейкер. Однако сейчас внешнюю практически идентичность этих двух скинов разработчики хитро объяснили лором и связали тот самый двухгодичный Силдбрейкер со свежей престижкой для Тини. Поэтому давайте вернемся во второй акт ивента и разберемся, что к чему. Убив первого босса Виверну, мы попадаем над взгоре над Лазурией, а пройдя по нему чуть дальше, в общем-то и в само лазурийское поселение. Вот этот самый моржовый народ, а точнее лишь те, кто решил вернуться с Тихого Айсрока в некогда оставленные беспокойные родные края. Так вот, одна из представителей этого народа сетует на то, что их давно не пускали в залы праотцов, то есть в склеп предков Адобенус. Но прежде чем туда попасть и встретиться с восставшими легионами, мы сталкиваемся с одним из тех самых стражей, о ком идет речь в шмотке на Тини. Старега – это как раз-таки один из каменных защитников, которого создали для охраны гробниц павших легионов, легионов моржового народа. И получается, что Тини – это всего лишь навсего такой же Старега, существо из особого магического камня, которого создали для охраны лазурийцев. Однако, в отличие от своего собрата, он учуял опасность извне и отправился сражаться на битву древних, вместо того, чтобы защищать гробницы и то, что осталось от народа создателей. Из всего этого можно сделать два вывода. Первый. Нам наконец-таки раскрыли тайну происхождения Тини. Второй. Эта шмотка не канонична и не имеет ничего общего со стандартным обликом Крохи. Следовательно, и лор у них разный. Так что, народ, решайте сами, к какому из вариантов склоняетесь лично вы и обязательно пишите об этом в комментариях. А мы переходим к завершающей части. Торговец поставит позитивную точку в нашем сегодняшнем ролике. Вы удивитесь, но у шопкипера тоже есть реплики. What does a hero truly need? Так вот, в одной из них он может предложить крекер некой Роклер. Роклер, а точнее Роквиллари, это верная птица-торговца, которая однажды помогала найти ему потерянный меч Демон Эйдж. Обычно она сидит в клетке на конце посоха торговца, однако в доте ее там нет. Видимо, где-то развлекается. А вот тема про крекеры также обыгрывалась и во время шоу в честь открытия седьмого инта. Помимо птицы, у шопкипера в распоряжении имеется и огромная самка носорога Фрул, на которой тот и перевозит всю свою лавку. В доте, опять же, ее не видно, но это не мешает торговцу возмущаться, наваленной ею кучей. А на этом все. Не забываем подписываться на канал Типичная Дота, оставлять свои комменты и показывать ролики друзьям. Давайте готовить свежую кровь к разборам лора грядущих героев вместе. Сосим и прощаюсь. Спасибо огромное вам за просмотр и скоро вновь услышимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!